девчат всем привет всем пламенная ола с майорки сегодня к вам с очень интересной темой эта тема как обезболить роды во время родов как как обезболить роды или даже схватки то есть обезболивание обезболивающее средство во время родов вчера я была на занятиях и узнала одну очень очень интересную вещь сегодня же я ходила к анестезиологу насчет эпидуралки и как бы он подтвердил эту эту интересную вещь несмотря на то что эти курсы на которые я хожу нас у нас их проводят акушерки акушерки принимающие роды поэтому эта информация достоверно стопроцентная и очень очень интересные и так я уверена причем что вы большинство из вас об этом даже не догадывалась и не знала и так все мы знаем об и эпидуралки да есть еще такая эпидуралка которая называется волкинг эпидуралка то есть волкинг от слова волк это ходить прогуливаться то есть это эпидуралка идет называется именно так потому что тебе вставляют там меньшую дозу то есть это в принципе та же система тебе также прокалывают спину то есть ставят туда катетер вставляют прокалывают аппарат и у тебя отнимается вся нижняя часть спины на вся нижняя часть тела но с волкинг эпидуралкой ты можешь ну как бы ходить там потому что занижена доза и просто тебе и его подливают скажем так чаще но доза достаточно маленькая то есть у тебя обезболивает но не так сильно как в самой интенсивной эпидуралки вот есть две вот такие вещи про волкинг я тоже не знала то есть мы знаем про одну эпидуралку что тебя колют и все у тебя ниже ниже живота ничего не чувствуется и так что же за это интересная вещь на которую я вам хочу рассказать эта вещь называется закись азота или все мы его знаем как веселящий газ им известно что смех без причины это да 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 тот самый веселящий газ и как оказывается она принимается как анести анестезирующие средства как более утоляющие средства причем кушерка которая нам вчера рассказывала про этот газ она сама недавно родила и она использовала это этот способ и она рассказывала что ты как бы чувствуешь боль но ты будто бы не в своем теле то есть ты одновременно и чувствуешь но она тебе не мешает то есть это как бы ты как будто бы смотришь на нее с высоты это знаете вот как не знаю какой то даже наркотическое средство можно сказать то есть она вчера так и говорила вот его принимают во время схваток сильных схваток начинают его принимать также как эпидуралку когда устанавливают эпидуралку не знаю знаете влив нет раскрытие должно быть раскрытие шейки матки должно быть минимум три сантиметра здесь в принципе условия все те же то есть раскрытие должно быть минимум три четыре сантиметра и в принципе все побочное действие этого препарата незначительные достаточно незначительный можно сказать это головокружение и тошнота но я думаю в период сильных схваток вам будет вообще не не до этих побочек влияние какое же влияние 1 вопрос какое же влияние оказывает это это вещество на мать и дитя никакое то есть уже доказывано исследовано здесь причем каждая не знаю 2 3 пациентка использует этот газ вместо либо до эпидуралки потому что его можно использовать то есть вы можете отказаться от эпидуралки вот как в нашем случае вот эта акушерка она сначала использовала вот этот закись азота и когда уже было нетерпимо 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 она затем поставила эпидуралку один из положительных опять же моментов это то что то есть эпидуралка когда те ставят эпидуралку тебе вот все вот эти часы схваток вот вся вот это вот родовая деятельность скажем тогда тебе все время и и подливают то есть это вещество под подливают 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 то есть у тебя ослабнет тебе его опять подливают то есть здесь что хорошо тебе меньшую дозу эпидуралки будут ставить то есть если у тебя там уже раскрытие не знаю на 8 сантиметров 9 все ты уже не в моготу и никак то есть ты просишь эпидуралку то есть принципе там эпидуралка на небольшой период времени действовать будет вот вы в ином же случае ты изначально оговариваешь о эпидуралки и тебе ставят сразу при раскрытии в три сантиметра сразу тебе вставляют иглу катетер и вставляют эпидуралку поэтому есть и положительные и отрицательные моменты ну а 30 кстати да насчет отрицательных моментов что этот газ активен и действует только пока вы им дышите он вообще представляет собой смысл это вот как кальян да то есть вы пока дышите кальяном вот вдыхаете вам это обезболивает все как вы только убираете эту трубочку он перестает действовать то есть он полностью исчезает из организма в течение двух минут то есть за две минуты все у вас его как не было но наступает действие в течение 30 40 секунд то есть если вы почувствовали первые схватки даже предвестники схваток вот я не знаю как я их могу почувствовать потому что я новичок в этом но не знаю видимо как-то ближе к делу ты уже начнешь понимать то есть когда ты начинаешь чувствовать вот все говорят что вот эта волна там несколько схваток потом перед их потом опять несколько схваток то есть когда ты чувствуешь предлить приближение схваток тебе уже нужно начинать дышать этим азотом потому что срок его действия наступает через 30-40 секунд а у нас хватка длится там минута поэтому нужно вот этот период нужно знать и нужно его четко понимать то есть через 30-40 секунд начинает действовать вот это закись азота действует этот это это вещество пока мы дышим то есть там либо маска либо такая трубочка и когда мы оставляем вот эту кислородную маску скажем так он через две минуты полностью вы выводится уже из организма единственный момент это невозможно его использование при положительном пцр-тесте хотя опять же эта акушерка нам сказала что было доказано что он никак не провоцирует не способствует разведению вот этих бактерий да потому что ты дышишь только в эту трубочку и как бы не размножаешь не рассеиваешь бактерии но тем не менее по вот нашим стандартам по испанским стандартам правилам при положительном пациенте ты не имеешь право пользоваться данной системой поэтому тогда либо сразу эпидуралку либо терпишь и надеешься на собственные силы и положительный исход родов ну вот девчат об этом я вам хотела рассказать я если честно подумываю об этом газе и я я не знаю как опять же в россии но здесь выдают план родовой план который ты должен составить ну либо от себя от руки написать то есть это хочешь ли ты эпидуралку какие не знаю обезболивающее средство ты хочешь принимать какие не хочешь кто хочешь чтоб с тобой был в комнате что чтобы было в комнате там не знаю мяч этот фитбол чуть ли не что ты хочешь на завтрак в общем прописывается план там случае таком-то что ты намерен либо хотел бы сделать по этому родовому плану я тоже вам составлю отдельное видео когда у меня уже будет на руках когда я начну его прописывать мне уже пора если честно вот то есть очень интересная такая тема поэтому следите за видео и то что я вам хотел сказать что я обязательно пропишу что я хочу начать вот с этого веселящего газа и затем уже если получится не использовать эпидуралку если все-таки не получится то там уже когда попрошу да еще хочу вам вкратце рассказать как я сходила к анестезиологу то есть что это такой за визит и вообще для чего он нужен но в принципе ничего такого вообще ничего единственное что в частной клинике ходила в частную клинику по частной страховки мне видите задолго до родов но незадолго вот у меня 35 неделя то есть мне мне на этой неделе дали визит и то есть я за какое-то время а в государственном не сказали тебя анестезиолог смотрит в тот же день в момент родов то есть он тут же тебе тебя там спрашивает и дает подписать от согласия согласи вот на эпидуралку что ты ознакомлена со всеми моментами в общем в тот же день вот конечно это немножко не не алло потому что ты в момент схваток там те вообще не будут либо до подписи не дочитание ты там вообще ничего не понимаешь ну вот сегодня то мы просидели полчаса в итоге сам визит из чего состоит то есть ты приходишь к анестезиологу он тебя спрашивает какая она что у тебя есть аллергия какие препараты принимаешь вот в моем данном случае это было и у тирокс 50 и он меня спросил у меня и по либо гипер тироин в общем у меня недостаток либо превышен вот этот гормон я там вообще запуталась в общем я не знала повышен у меня или понижены ему сказала что у меня вроде как пан понижен вот он в общем и написал что у меня понижен и что еще что еще в принципе мне кажется все спросил до дату пдр то есть просил когда у меня поставлен день родов и все по моему а спросил были ли у меня раньше анестезии как я из них выходила в моем случае да были причем в этом году это при взятии яйцеклетки и следующая анестезия это общее анестезии у меня были это когда мне делали гистероскопию вот на матку там же в репродуктивной клинике это было в январе и в принципе все то есть все он там подписывает все включает все записывает и дает тебе согласие на пяти листах в общем в чем могут быть там проблемы эпидуралки что такое эпидуралка в общем вот как то так побочное действие в общем то что с ними ознакомлено подписываешь и все и до свидания причем с этим согласием в частную клинику я поняла что не могу поехать потому что у них все равно там свои вот эти листочки свои бумажки свои штампы печати поэтому там если я все-таки соберусь в частную клинику все равно и там должна заново это согласие подписывать ну хотя бы я уже ознакомилась я уже знаю что это такое что это за процесс потому что если честно я думала что ну как то не знаю я вообще думала что там чуть может тебе проверять на тебе будут в чем этом ставить там за спину смотреть как что там потому что эпидуралка тоже там нижнюю часть спины вводится между между позвоночниками то есть я думала все равно как-то тебя посмотри что-то в общем нет то есть это был просто обычный разговор на 10-15 минут читание согласия подпись и в принципе все ну вот ну все девчат вы узнали еще одну интересную новость если это для вас было не новостью тогда расскажите что же выбрали вы и вообще поделитесь комментариях знали ли вы об этом использовали ли вы этот веселящий газ и используется ли этот газ в ваших странах мне очень очень интересно потому что я правда я я вчера вот с такими глазами сидела на курсах я реально не яд на нас было несколько человек и все мы об этом узнали впервые поэтому очень интересно если у вас такое вещество если у вас такое средство обезболивающее средство в ваших странах и обязательно рассказывайте ну все всем пока всем классного дня классного вечера и до новых встреч адьос